Ну что, значит, платформу вы все увидели уже, наш платин хира, платиновые герои, и здесь располагаются, значит, я в том, что дизайн, конечно, он из прошлых лет, 4 года назад мы разработали этот дизайн, немножко его тут добавили, но суть остается прежней. И это платформа для всех людей, которые хотят стартануть, это платформа для тех, кто хочет, кто устал топтаться на месте, кто устал бегать за деньгами, кто устал постоянно чего-то ждать, у кого-то чего-то просить, за кем-то вечно бегать, а тот, кто хочет наконец-то реализовать свою идею, свою мечту воплотить в жизнь, все, что, свое самое заветное желание, все, что вы когда-то либо себе представляете, вы можете здесь реально воплотить. И это не просто какие-то громкие слова, это обеспечено нашей технологией, нашим митингом, нашими смарт-контрактами, которые все знаете из платин коин. И для этого я создал уникальные категории. Смотрите, есть приложение, есть искусство, есть бизнес, есть charity, это благотворительность. Представляете, сколько благотворительных вещей мы можем сделать. Здесь есть consumer goods, да, это продукты потребления, это наши йогурты, это наше пиво, это наше хлеб, это наше, да что хотите, все, что вы можете обозначить как товар. Дизайн, понятно. Dreams, мечты. Какие у вас мечты? Возьмите, сядьте сегодня, запишите вашу мечту. Может, вы хотите встретиться с вашей любимой командой, может, вы хотите поехать в велосипедное путешествие, можете, хотите подарить детям квартиру, может быть, хотите купить новую машину. Какая у вас здесь мечта? Просто напишите ее, и она начнет воплощаться, потому что она начнет сматериализоваться. Почему это важно? Дело в том, что все вокруг нас – это энергия. Когда вы берете карандаш в руку, вы начинаете концентрировать эту всю энергию в одной точке, вот она. И эта точка начинает вести линию, и эта линия видится в вас в голове, и она начинает рисоваться и у вас в голове. Потому что мысли – это просто дым. Раз, он пришел, нарисовал. Это как смотреть на облака. То вы видите лошадь, то вы видите замок, то вы видите какие-нибудь интересные картинки. Но это облака, они ничего, ветер подул, немножко разошлось давление атмосферное, и они расплылись. И все, ваша мечта так же улетела. Когда вы берете бумагу и рисуете картину, чертеж, план, он уже никуда не размывается. Он может лежать сто лет, и после вас люди его возьмут и дальше начнут встроить. Вот в чем сила записанной мысли. Поэтому, если у вас есть мечты, записывайте их, и никого не слушайте, что это слишком много, или слишком большая мечта, или «Да никогда у тебя этого не будет, что больше всех надо». Гоните, во-первых, в шею таких людей, извините, да, может быть, среди вас есть и родственники такие, и третья-десята. Ну, хорошо, может, не в шею, но общаться с ними точно не стоит. Я вам говорю, как обладатель многих-многих родственных кланов, которые живут без меня. Почему? Ну, потому что именно поэтому. Поэтому, друзья, смотрите дальше, education, чему вы хотите научиться. Может быть, вы хотите получить диплом, хотите учиться в Америке, может, хотите учиться в Англии, в Стэнфорде каком-нибудь. Может быть, еще что-то, может, хотите обучиться ремеслу, может, хотите пойти на какой-то курс, или еще что-то. Не важно, все здесь вы сможете найти. Значит, environment, entertainment, ну, это всевозможные шоу, это фэшн, мода, игры. Дальше. Так, что у нас? Inventions and patents – это изобретение и патент. Друзья, знаете, сколько патентов в России, которые лежат на полках, никому не нужны. Сколько изобретений у гениальных людей, которые бегают за этими инвесторами. Или, знаете, у нас еще куча людей, которые якобы инвесторы. У них в кармане вообще не копья, как говорится, а они инвесторы. Ну, я сам на таких нарывался очень много. Ну, в нашем бизнесе вы также знаете, да, те же самые сетевые лидеры, которые говорят, что они зарабатывают миллионы, а сами пакет за 100 евро купить не могут и в долг денег просят. Ну, это примерно из такого же… Опять же, это же не плохо и не критика, просто, ну, это надо менять. С этим нужно что-то делать, с этим нужно работать, нужно это признать, понять и начать это менять. Вот и все. Тактика простая. Поэтому здесь мы откроем феноменальные вещи, такие, как карты здоровья. Посмотрите, у нас есть карта здоровья. Я сейчас ее сам лично тестирую. У нас есть… Ну, расскажу немножко о проектах. Феноменальные вещи, просто феноменальные. И самое главное, что все проекты, которые я вам буду представлять в своих вебинарах, я их сам проверю. Да, если я говорю про карту здоровья, значит, я с ней год проходил. Я знаю, как она действует, я знаю, что он нанесет. Если я говорю вам про карточку, которая снимает стресс, да, он never stressed, я знаю, что она действительно успокаивает. Вы вообще будете в состоянии дзен постоянно. Вот вы будете стоять… Да хоть оно гори огнем оно все, а вы будете спокойны. Просто как будто вы только прошли курс медитации. Дальше. Наш банк. Это наш продукт, это наш проект. Это феноменальная вещь, которой каждый, кто верит, любит, уважает в платинкоин, или хочет в него верить, хочет в него поверить, хочет попробовать. Он должен зайти хотя бы на 10 монет, каждый должен поучаствовать в банке. Почему? Потому что когда… Это же только один. Это один из банков в каждой стране и в каждом городе. Это только первый. Первый наш стручок, который вот мы сейчас усадим, и он начинает разрастаться. Шикарная недвижимость в центре Берлина. Скажите, кто из вас хочет иметь недвижимость в центре Берлина? А знаете, что вы еще поможете получить, если у вас недвижимость есть в центре Берлина? Как насчет вида на жительство в Германии или в Европе? И сразу понеслась цепочка мыслей. А как вам в России, в Казахстане, на Украине купить недвижимость в Германии, в Берлине? Ответ. Никак. Потому что практически это сделать очень сложно. Нужно через определенные структуры это все проворачивать. И в результате это все дорого, и можно очень сильно попасть. Здесь мы представляем возможность каждому человеку. Москвичен, петербуржец, в волноте живет, не знаю, в Минске, в Киеве, без разницы. Может, даже он живет в Индии или в Африке, он может купить. И сейчас слушайте внимательно. Недвижимость в Берлине, в одних из самых крутых мест города. Участки, которые не достать нигде. И при этом получить 10%, 20%, 30% скидку на недвижимость. Где вы такие? Это значит, если вы купите, вы уже сделали плюс 30% на недвижимость. И которая в год дает 6-7. 6-7% в год сейчас дает недвижимость. Здесь заложенная прибыль 30% уже. Плюс, это же цена застройщика, да, это же, это же, ну и цены на недвижимость растут. Просто как, особенно в центре Берлина, ничего себе. Опять же, это следующее. Дальше, наша площадка PlatinDeal. Это, конечно, будет супер-супер-супер-супер проект. Здесь вы можете получить, когда она запустится, массу всяких подарочных сертификатов. И обеспечить себя тем самым очень классными товарами, преимуществами и скидками. Наш проект Millard. Millard – это уникум. Почему? Потому что каждая женщина мечтает, девушка, женщина, все наши дамы мечтают об этих. Давайте даже зайдем в этот проект. Это просто, я вот открою. Феноменальная, феноменальная вещь. Посмотрите, это видит. Посмотрите, какие камушки. Посмотрите, как они. Представьте, у вас на руке такие кольца. И самое главное, или вот, посмотрите. И это же настоящие, уникальные камни, которые ищутся по всему миру. И которые будут у вас уникальными. Нету вторых таких. Посмотрите, посмотрите на это кольцо. Но это же просто фантастика. А мужчины, которые подарят это кольцо своей, я его представляю. Это же просто колондайк. Это, ну, я не знаю, особенно наши женщины, если им подарить такое кольцо, это не просто ты будешь накормлен, обстиран, обглажен, обласкан. Ты будешь просто, ну, это, наверное, целый вагон плюс пунктов, которые можно будет тратить в следующие пять лет. Поэтому, ну, это, конечно, просто шикарные вещи. Посмотрите, какие огранки. Настоящие, настоящие. Это же не подделка, это реально настоящие камни. Вот. Ну, опять же, женщины получают кольца бесплатно. Мужчины, для мужчин это своего рода инвестиции. Инвестиции, потому что 10% возвращается. А почему еще инвестиции, потому что, когда мужчина дарит такое кольцо своей даме, ну, я не буду дальше продолжать. Я думаю, все знают, все знают, что это вообще значит и для отношений, и для всего. Наша коляска, да, инвалидная, которая изменит мир спорта. Амароны Клаб. Амароны Клаб – это мир вкусностей, это изысканных вин, это мир изысканного вкуса каких-то суперэксклюзивных продуктов питания, там икра черная, или специальные вина-амароны, которые стоят по 600 евро за бутылку, 600 евро за бутылку, да, какие-то специальные. Но, опять же, это очень-очень продукт, на него нужно обязательно обратить внимание. Невостресс. Невостресс – это тот продукт, которым вас вводят в состояние дзен. Вот вы просто, если у вас висит этот кулончик, я сейчас его не ношу, у меня он тоже есть, но мне иногда нужно его снимать, потому что становлюсь слишком спокойной, и это нехорошо для бизнеса. Нужно его иногда снимать, чтобы снова взбодриться, возбудиться и побежать к своей цели. Да, дальше. У нас, помните, мы запускали площадку Hightaker, мы хотим сделать из него очень крутое медиа, он живет уже много лет. Понятно, это не был таким каким-то сумасшедшим взрывом, но Hightaker – это очень интересный, инновативный ресурс, своего рода мы его вставляли в мессенджер. Вот. Мегамарше – это проект Германии, пока это только для немцев, но это феноменальная вещь, вы можете, вы получаете подарочные сертификаты для метро, для Netto, для Lidl, это наши сети, это типа пятерочки, типа азбука вкуса, что-то такое, да, ну, только для немцев. И вы начинаете бесплатно, точнее, немцы могут начинать бесплатно кушать, понимаете, вы можете себе, вот что можно купить в метро, да, все, или там в Lidl или там в этом, вы можете просто полностью, ну, то есть это очень крутая штука, это очень крутая штука. Дальше. Ну, на PlatinDeal – это, это, PlatinDeal – это вот Мегамарше только в тысячном, в тысячном, в тысячной степени, потому что Мегамарше – это всего лишь один сертификат на PlatinDeal. Да, вот, представьте, какой, какой размер, какой размах у нашего PlatinDeal. Давайте посмотрим на все, на все наши проекты. Я коротко пройду, потому что во вторник мы планируем подключать уже наш бэкэнд, и вот сейчас четверг, значит, пятница, суббота, воскресенье, через пять дней мы планируем привести уже сайт в готовность, и мы потихонечку полетим. Так, какие я забыл. А, вот, смотрите, фильтры. Ой, наши фильтры – это просто уникальнейшая вещь. Почему? Эти фильтры не грязнятся, у них не нужно менять картридж, не нужно вообще… И вот поставил – 20 лет работает. Плюс у него пропускаемая способность такая, они считаются в микронах. Вот есть немецкие фильтры. Каждые три месяца нужно этот картридж менять. Через шесть месяцев вода становится ядовитая. Здесь поставил 10-20 лет, ты можешь вообще забыть, что такое плохая вода. Плюс внутри, давайте мы откроем, давайте мы откроем наши проекты. Плюс внутри вы увидите… Так, где у нас? Так, здесь, к сожалению… Ага, я понял. Нам нужно здесь перейти в наш блог. Сейчас я посмотрю, где-то у нас… Да, вот, у нас есть ссылка на блог. И в нашем блоге мы уже прочитать можем… У Platin Hero есть свой блог, и тут уже подробно все описано. Да, все… Так, надо на русский переключиться. Видите, у нас даже здесь несколько языков. Пять степеней очистки. Десять лет живой воды без покупки картриджей. Так, видео здесь что-то не подгрузилось, но ничего страшного. Идея проекта, описание, вы все это можете почитать, патенты, да, вот устройства для фильтрирования жидкостей. Вот этот вот, видите, вот этот вот штыречек, который посередине торчит, это витализатор воды. Вода, когда проникает сквозь вот эту нить, стальную нить, которая является 0,1 микрон, там просто… Ну, просто вода просто просачивается там практически по молекулам, ничего не пропускает. И она витализируется, этот штырек покрыт еще серебром, плюс он намагничен, ну, специальной технологией, он витализирует воду, вы начинаете пить мягкую и витальную воду, да, живая вода получается, бактерицидная очистка. В Африке, вот я сейчас показал этот фильтр в Африке нашим коллегам, они в шоке, они в шоке, говорят, приезжай, мы хотим. А представьте, в Африке как это делается, там дождевая вода собирается в такие чаны, там грязища, ну, бактерии. А теперь представьте, подключайте этот фильтр, и что будет происходить. А человек, который замораживает определенное количество коконов, получает этот фильтр себе домой бесплатно. Подключите, возьмите более-менее такой плюс-минус, подсоедините к своей центральной системе водоснабжения, и вам, у вас вся вода в доме чистая, вся. И вы моетесь, у вас нет накипи этих всех. И это наш продукт, это с патентом. И годами, я о том и говорю, это придумывают величайшие умы, величайшие люди, и они лежат, эти патенты, эти товары, непонятно где, и никому они не нужны, а они людям нужны. Вот в чем дело. Поэтому мы, когда говорим о платине, что вот, это коин, да никакой это не коин, это инструмент, чтобы нести людям пользу, пользу, чтобы у вас была свежая, чистая вода, чтобы вы могли ходить бесплатно по магазинам, покупать себе что хотите, где хотите. Скажете, звучит как сказка. А разве вы не с детства мечтаете попасть в сказку? Вот это у вас шанс попасть в настоящую сказку. Но в сказку, в чем преимущество сказки? Когда она начинает работать? Когда вы начинаете в нее верить. И она начинает работать. Если вы вспомните, ну да, говорят, вот Деда Мороза не бывает. Но когда ребенок верит Деда Мороза, для него бывает Деда Мороза, он получает подарки. У него это все есть? Есть. И есть человек, есть подарки, есть вся история. Это работает. То, что она, возможно, не работает, не так по магии, не с такой магией, да, что там все волшебство. Ну, у нас есть для этого технология, которая все обосновывает математикой, экономикой и полностью системой. Да, наша магия, наша сказка – это блокчейн. Вот, понимаете, почему мы это можем сделать? Потому что создана сказка блокчейна. Это революционная технология, которую невозможно понять головой. Ее осознать нужно, не знаю, там два института закончить, чтобы полностью, так и в институте не научить. Мы сейчас занимаемся этим уже 4 года. Это просто бездонная технология. Возможно, все. Вот просто все возможно. Я не знаю, если мне как-то удастся придумать телепортацию, я уверен, что она будет на блокчейне. Я не знаю, конечно, как еще, да, я не дошел до этого. Но я уверен, что блокчейн мне в этом поможет. Понимаете? И это просто… И на этой технологии построена вся наша идея. И опять же, если человек говорит, ну, не верю, ну, просто ты не веришь в сказки, не будет, значит, у тебя скатерти, самобранки, не будет у тебя летающей яхты. Понимаете, вот у меня там следующий наш путь проект – это летающая яхта. Вот это моя мечта. Представляете, в Монако, в порту стоит яхта, все яхты там трехпалубные, пятипалубные, любые палубные, и стоят одна. Ну, пусть она будет 10 метров или 15, или 20, но она на 2 метра от воды спокойно так висит. И как вы думаете, что произойдет со всеми владельцами яхт, когда она… И кто-то скажет, ну, ты, Алекс, совсем. А я говорю, что есть технология, которая это позволяет. И я хочу ее когда-то, да. Ну, вот человек хочет летать. Вот я хочу летать вот так. Не хочу я плыть по этим волнам, чтобы меня болтало постоянно, постоянно. Мне нужно следить за своим дыханием, и чтобы я ничего не ел, не дай бог. Да? А это совсем другой уровень. А теперь представьте, эта яхта стоит в Дубае. И там, где она должна стоять, рядом с яхтой какого-нибудь шейха. И все, и пошла фантазия, да. И пошла… А из каждой фантазии рождается бизнес-модель. И это только сейчас идет. А все начинается с такого интересного, красивого, самоочищающего фильтра для воды, которого у вас нет. Какую воду вы пьете? Столько из бутылок. Ну, хорошо, бутылки – хорошо. А кто их туда наливает? А бутылки-то каждый день нужно платить. А это вода стоит денег. Вы за воду деньги платите. Зачем бы воду поставили и забыли, что это такое. Плюс следующие модели там с ультрафиолетовым сейчас разрабатываются. Будет еще ультрафиолетовый свет. Полностью дисбактеризация идет воды. Ну, ладно, не буду сильно. Вот патенты, все дела. Тем более я знаю всех создателей. Это очень крутая штука. У меня даже… Сейчас, подождите. Сейчас покажу, почему я знаю, что это такое. Так, секундочку. Одну минутку. Так. Потому что Алекс-то все проверил уже. Вот он наш красивый. Вот он наш фильтр. Вот она. Ой, какая она гладенькая, посмотрите. И это стальная нить. Вот он наш… Ох, блин. Вот он, вот он раскручивается, наш серебряный вкладыш, вставыш. Да, вот он. И внутри, получается, вода проходит сквозь стальную нить. И абсолютно чистая проходит сквозь трубку. И ее, этот вставыш, конкретно заряжает и витализируется. Вот, например, копии патентов, да. Вот они. Чтобы вы понимали. Если я говорю о патенте, значит, я его видел, я его проверил. И я знаю, что он есть. И я понимаю, как мы будем с этим работать. Это же феноменальная вещь. Патент на фильтр воды, который не портится. Которая не грязница, извиняюсь. Не грязница, никогда не заняется. Ох, какой красивый, лысый, мускулистый у нас платиновый герой. Да. Так, ладно, давайте дальше. Следующее, следующее у нас. Я хочу просто по проектам пройти, чтобы мы только начинаем. Тинни хаос. Вообще гениальная штука. Значит, люди, которые не могут себе позволить дома, они позволяют себе такие, ну, очень интересные сооружения. В Германии это прям тренд. Они любят, очень быстро собираются, очень недорогие. И, в принципе, такие любители свободы и маленько в душе анархисты вот в таких домиках живут. Так, некоторые проекты я не знаю еще. Они просто добавляются уже. Да, вот, вот смотрите. Девичья группа. Ну, отлично. Вот, ага, вот еще следующая крутая штука. Это переработка мусора. Посмотрите, что мы делаем. Платина. Для чего нужен платин коина? Чего? Да вот для этого. Чтобы перерабатывать мусор. Чтобы... А вот Network of Energy Centers. Так, здесь надо посмотреть, кто это задавал. Давайте посмотрим на этот проект. Я знаю, что на этом проекте, опять же, это наш гостевой проект, они... У них уже там много чего есть. У них они построили уже первые... Посмотрите, сколько мусора. Это же жесть. Посмотрите, сколько добра. И мы... Вот она стоит уже. Да, уже полностью машина стоит. Им осталось просто... У них, в принципе, уже есть инвесторы. Просто инвесторы немножко побаиваются. Суммы большие. И они предложили им сделать просто. Вы смотрите, вы все равно сфинансируете. Но сделайте это через платин хира. И даже если у нас что-то не получится, вы не потеряете ни цента. Потому что вы этими же монетами можете инвестировать в другой проект. Вы можете... Можете участвовать в другом проекте. Или можете выйти и спокойненько ничего не бояться. Но это же круто. Это же... Понимаете, что можно сделать с платинкой? Спасать мир, спасать людей, детей. Спасать ваше финансовое положение. Реализовать ваши мечты, ваши идеи. Добиться... Вот вам сколько лет? Вы прожили жизнь. Много у вас было шансов реализовать вашу мечту? Много было ли у вас шансов реализовать вашу идею? И чтобы вам ничего за это не было. Чтобы вы могли это сделать, не брав кредит в банки, не залазив в долг к инвесторам или к ростовщикам, или еще к чему-то. И это только начало. Это только начало. Это всего лишь одна помойка, которую мы здесь видим. Которую машину будет перерабатывать. Да, мир погрызает. Посмотрите, птицы, как они живут. Это же наша природа, в конце концов. Ну, на самом деле, это очень крутая вещь. Дальше. О, наш Элиас Папа. Наш платиновый бриллиант, конечно, он красавчик. Он решил купить остров Мадагаскар. Ну, а как же? Это амбиции растут с человеком, поэтому он решил. Ну, не весь остров. Давайте мы посмотрим просто на эту природу. Секундочку. Я думаю, вы видели уже этот. Вот, просто посмотрите вот на это. Вот на это посмотрите. Это проект. И это на полном серьезе. Это человек, который миллионер. Он знает, что хочет. Это не просто где-то так. Кто-то говорит, давайте-ка мы что-нибудь там профинансируем. Нет. Это человек, который умеет зарабатывать, умеет продавать, который пропутешествовал по всему миру, на который работают серьезные профессиональные организации, структуры. Поэтому сомневаться в том, что он сделал этот проект, он представил это в Берлине. Отзывов было, конечно, немерено. Дальше. Так, это Пуры. Так, это у нас, не знаю, что это. Это вы выстояли недавно. Я еще не успел на это просто мега марше. Дальше, смотрите. Пошли проекты такие, как Милана. Ну, на самом деле, это семья, которая нуждается в средствах. Им нужно всего собрать 25 тысяч монет. И если они соберут 25 тысяч монет, мы им очень сильно поможем. Здесь сильно подарков. Да, какие-то здесь есть подарки. Опять же, смотрите. Правая сторона еще не запущена. Она будет запущена во вторник, ну, скажем так, на следующей неделе. Именно поэтому мы сейчас немножко продлили все вещи, чтобы вы могли ими воспользоваться. Мы сейчас это все подгрузим, потому что это очень сложная, очень массивная технология. И вы сможете поддерживать проекты несколькими способами. Просто нажав кнопку «Донейт», вы можете просто там заморозить монеты и получить по успешному окончанию 10%. И все. Или вы можете выбрать подарок и получить подарок плюс 10%. Так это работает. Я рассказывал уже историю, я рассказывал эту историю семьи, да, семья Звягинцевых, Ставропольский край, да. Ну, я думаю, что почитайте, посмотрите. Опять же, многие не любят читать грустные истории, печальные судьбы. Друзья, не в печальных судьбах речь. А в том, что мы можем сделать хорошего, когда человеку плохо. Понимаете, столько боли в мире, столько несправедливости, столько нужды. И когда люди нуждаются в помощи, и у нас есть инструмент им помочь, и это нам ничего не стоит. А вы, когда поможете, когда вы сделаете, это чувство, которое вы внутри испытаете, его невозможно купить, подделать. Эти эмоции испытать невозможно другим способом. И я уверен, что люди, которые поступают, помогают подобным проектам, подобным семьям, вселенная сразу летит обратно с подарком. Я это испытал в прошлые выходные, когда так уж получилось, к нам, вот я расскажу, расскажу историю, вы, наверное, слышали уже. К нам на мероприятие ехала женщина, ей 77 лет. Посмотрите, немецкие структуры сейчас гудят этим всем. Ей 77 лет. Она попала, она шла по автобану и попала, знаете, такая мокрое покрытие, аквапланинг, я не знаю, как по-русски это называется. Это когда на асфальте покрывается влажная пленка. Машину ее закрутило, унесло в куэт, она разбила машину полностью, ну, total damage, она не подвижит восстановлению. Каким-то чудом, она, конечно, там вся побитая, вся в синяках, но каким-то чудом все ничего не сломало. Это она бросила эту машину, вылезла из нее, бросила. Она прошла полтора или два километра, прошла пешком до следующего этого и приехала вовремя к нам на мероприятие. Вовремя приехала и сидела как будто ни в чем не бывая, зная, что там ее вещи, что там ее все, что там ее разбитая машина. Она пришла к нам на мероприятие. Я был в шоке, я просто был в шоке от этого. И я вызвал ее на сцену и подарил ей машину новую. И, конечно, зал рыдал, эмоции были просто какие-то сумасшедшие. Я сам там это самое немножко прочувствовал, не ожидал, честное слово. Думаю, ну, что тут такого? А оказывается, ну, как захлестнуло зал, и там просто сейчас была спонтанная реакция, а в результате получилось действительно платенхиры получился. Поэтому, но в результате ко мне пришла идея, ко мне пришла идея, которая изменит сейчас все. Вот все вот то, что вы здесь видите, вот даже эту платформу увеличит в тысячу раз, усилит в тысячу раз. Я эту идею искал с декабря 2019 года. Каждый день на ней думал. Я с ней просыпался, засыпал. И вот я вам клянусь, после того, как я что-то сделал, я проснулся утром с мыслями. Вот просто встал, встал с кровати, и я думаю, ты почему об этом раньше не думал? Это же гениально. И я потом рассказал это своим партнерам, и от них одно слово. Это просто гениально. И суть заключается в том, что, чтобы сейчас вот сделать донат, как нужно сделать донат? Нужно коины где-то взять, на биржу сходить, что-то купить. А идея заключалась в том, не нужна никакая биржа. Не нужна никакая верификация, никакой анбординг. Настолько простая вещь, которая нам всем знакома, это просто взрыв какой-то мозга. Я не могу себе это объяснить, но после того, как я что-то отдал, ко мне что-то пришло, чего не было, чего я искал практически 10 месяцев, каждый день. Для чего мы начали программировать биржу, мы инвестировали миллионы евро. Это, понимаете, это решение обошлось мне очень дорого. И до конца еще там не реализовано. И тут я делаю какой-то хороший поступок, но я считаю, что чуть-чуть плюс-минус хороший. И мне тут же приходит решение, вот просто такое-вот такое. И я понимаю, у меня сходятся все звезды, я понимаю, ничего себе. И это решение на миллиард. Ну да, потратил я каких-то там пару десятков тысяч. Так мне пришло решение на миллиард. И я уверен, что вот эти проекты – это то, что освободит ваши мысли от оков, от сомнений. И вы однажды проснетесь с решением, которое ищете, наверное, годами или, может быть, всю жизнь. Просто потому, что вы кому-то что-то помогли. Я знаю, что в наших странах не принято помогать. Ну вот к нам бы кто помог, кто нам помогает. Но с другой стороны, а нам же этого ничего не стоит. Вот этой семье помочь нам ничего не стоит. Ноль, даже меньше, даже больше. Мы все зарабатываем на том, что мы им помогаем. Чем больше мы им помогаем, тем больше зарабатываем. Творить добро выгодно. Поймите, на этой площадке творить добро выгодно. Кто-то ищет в себе смысл жизни, занятие жизни. Пожалуйста, вон. Представляете, сколько людей нуждаются в помощи. И вы мне сказали, что сын миллионера, у меня что, бездонный карман? Да, на этой площадке вы не просто сын или дочка миллионера. Вы вообще всевластный джин. Вы можете все, помочь любому. Неважно, какая бы у него была проблема. Большая, супербольшая. Все, что можно решить деньгами, можно решить на этой платформе. Все, что можно решить деньгами, можно решить на этой платформе. Вы банкротитесь, ваш бизнес разоряется. Эта платформа закроет ваши вопросы. Используйте смарт-контракт, используйте инструменты. Вам нужна помощь, вы хотите изменить мир, не проблема, используйте платформу. Она может все. Вы просто поймите, на все, на что нужны деньги, здесь все возможно. Вам нужно просто креативно к этому подойти. Хотите купить остров? Купите остров. Хотите пить чистую воду? Пейте чистую воду. Хотите бесплатно путешествовать? Бесплатно путешествуйте. Хотите стать банкиром? Так не проблема. Хотите жить в квартире в центре Берлина? Вообще не вопрос. Хотите получить европейское гражданство? Вам для этого ничего не нужно делать. И это только первые шаги. Мы только запускаемся. Вы понимаете, насколько, насколько велика эта платформа? Вот мы говорим, мы построим сейчас дом. Да, вот у нас там есть платформа. У нас там есть проект по недвижимости. И мы говорим, вот нам нужно 25 миллионов, чтобы построить дом. Вы понимаете, что это один дом во всем мире, в котором нужны еще дома? Сколько домов мы построим, отфинансировав один дом? Это всего лишь наш первый дом. Первый дом в одном городе, в одном районе, не в одной стране, не в одном континенте, а в одном городе, в одном районе, на одной улице. В этом вся фишка. И потом это все начинает разрастаться. Так, дальше. Давайте посмотрим дальше. Так. Следующий. Сейчас немножко проектов. Я уж для начала... Так, следующий проект. Вот наш Кирилл. Кирилл, это следующий проект. Это классная, это очень классная семья. Опять же, эти две семьи, это... Вам не стоит здесь сомневаться. Настоящие, ненастоящие, это те семьи, которым помогал я. Я их проверил уже всех. У них все по-настоящему. Вы можете даже нисколько не сомневаться. Это настоящие дети, настоящие семьи. Я это знаю, потому что сам их много раз поддерживал. Поэтому, если сейчас запустится платформа, это будет... Понимаете, мне кажется, что эти два первых проекта, они первые про финансирование. Они просто раз и пройдут. И мы получим настолько положительную энергию от Вселенной, что мы полетим. А представьте, это всего лишь каких-то два проекта. Два. Отзойдите в интернет, посмотрите, сколько благотворительности нуждается в мире. Просто в Россию посмотрите, сколько бездомных детей, сколько... Вы просто посмотрите, сколько всего. И это все вопросы мы можем закрыть здесь. Все совместно. И когда кто-то еще будет сравнивать нас с биткоином или еще с кем-то, у вас не будет никаких мыслей о том, что мы на кого-то похожи или кому-то что-то должны. Мы вообще не про это. Мы не про трейдинг, мы не про иксы. И понятно, это все, понимаете, это как заработок денег. Ты занимаешься любимым делом, а деньги приходят автоматически, потому что ты начинаешь помогать людям. Чем больше ты помогаешь людям, тем больше ты зарабатываешь денег. И помогая людям, реализуя самые сумасшедшие, самые сумасшедшие концепты, на какие вы только способны, вот придумайте самую невероятную штуку, получите на этот бюджет и сделайте. Удивите мир, покажите, оставьте наследство, оставьте наследие после себя. Хотите, без разницы, я вам видел в Ютубе герниальнейшие вещи, там электромобили придумывают, там местные монтеры собирают электродвигатель, в Урал его втыкают и просто там шпарят с такой скоростью. Так это простые ребята без каких-то сумасшедших образований, ресурсов, денег. Представьте, этим людям дать ресурсы. А сколько у нас всевозможных разработок, сколько у нас всевозможных институтов, там какие-то переэксперименты, там какие-то. Это же наработки, это же просто, это же, ну, Россия, Украина, Казахстан, весь Советский Союз бывший, это же просто кладезь талантов, вот просто кладезь. И что, они просто тормозятся, потому что им не дают ресурсы. Вот они ресурсы, берите, собирайтесь группами, смотрите, какой проект вам нравится и финансируйте его, причем не то, что финансируйте, а зарабатывайте на них. Зарабатывайте на фильтра, зарабатывайте на помощи, зарабатывайте на всем. Технология позволяет. Теперь следующий вопрос будет. Ну, а, пирамидос 100%. Опять же, здесь нету MLM, здесь нету, здесь нету MLM, здесь даже одного уровня нету, здесь есть просто комиссия, которая платится блокчейн, извиняюсь, которая платится блокчейном вам. Это, 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 это просто гениальнейшая вещь. И настолько подумана экономика, что поглощается 9%, поглощается всего 9% от собранного капитала, а все остальное вращается в рынки, чтобы создавать больше. Это через стартапы, через, представляете, мы сделаем этот фильтр. Знаете, сколько фильтров мы продадим, вот на это. А мы их продавать за платинкоины будем или дарить будем. Вот вы, если достаточно заморозили монеты, фильтр в подарок. Кстати, чистую воду ваша будет семья пить теперь, а не какую-то, а фильтры вы покупаете. Ну, хорошо, покупаете фильтры. А вы знаете, что туда засыпают? Что за химия там есть? Ой, там только песок. Ну, нет, там не только песок. Там совсем другие. И почему же, если это только песок, почему вода-то становится через 6 месяцев ядовитой? Вот в чем вопрос. Давайте дальше смотреть. Так, 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 так. Вот она, карта здоровья. Конечно, дизайн у нее пока еще не очень хороший. Но действие шикарное. Я расскажу о том, что знаю сам. Да, вот именно о том, что мы протестировали. У нас есть в компании Наталья Граф. Вы, наверное, многие ее знаете. Она занимается, она у нас compliance. Вот. И у Натальи Граф смертельная болезнь. У нее болезнь крови. Она каждый день вынуждена глотать таблетку. Просто стаканчик таблеток насыпает и глотает каждый день. Ей, у нее на расход на лекарства где-то выходит 3000 евро в месяц. Просто на таблетки. Просто на таблетки. И она понимает, что она не вылечится. Она не верит в то, что она выздоровеет. Она ходит в специальную группу. И у нее мечта просто снизить дозу. Просто снизить. Не каждый день глотать, а раз в три дня. Или там раз в неделю. Ну, конечно, раз в неделю-то ей мечтать невозможно. Вот хотя бы раз в три дня. Так вот. Она тестирует карту год. И карту тестирует старую. Почему там вышла новая карта? Она в несколько раз сильнее. Так вот. Она тестирует старую карту. И она единственная. Единственная в своей группе. А у них там более десятка человек в ее группе, которые тоже страдают этой болезнью. И находятся под... У которой все результаты улучшились в три раза. В три раза. И она вышла на свои один раз в три дня на таблетки. И я ей говорю, что ты... Сейчас мы ей дадим еще там... Она наша первая. Она говорит, я, Алексей, я тебе на эту карту готова кровью расписываться. Потому что я единственная в группе, у которой это удалось. Вообще единственная, которой удалось. Она прошла все химиотерапии. Она прошла все. Она говорит, я готова. Я говорю, я умираю. Я готова тестировать все, что ты мне дашь. Я дал ей эту карту. Она тестировала. Она в шоке. Вот просто в шоке. Я как-нибудь сделаю с ней вебинар. Это просто невероятно. И я ей говорю, что ты неправильно ее еще используешь немножко. Тебе надо три карты. И которые у тебя слабые. У тебя фактор 7. А тебе нужен фактор 30. Ну, я... Это наше там внутреннее название. Вот. И три штуки. И ты должна их на ночь и сюда прикладывать. Ты должна под ними просто спать. Определенным способом. Вот. Сейчас просто из-за короны не получается. Я ей достаю. Но как только вот я сейчас приеду в Москву, я сразу возьму карточки и отправлю. И вот здесь заключается в том, что вот человек проверил на себе, потому что ему не было нечего терять. И она на нее клянется. Опять же, есть много разных отзывов уже. Но опять же, эту карту получаете в подарок. И я... Видите, как я рассказываю ее с таким... Потому что я сам ее год на себе носил. Я протестировал ее. Никаких там таких побочных эффектов на мне не выступило. Наоборот, я был... Ну, вы видели, вы же видите меня. Я же как заведенный терминатор. Ну, плюс-минус. Так, дальше. О, это вообще гениальнейшая вещь. Каждого, у кого есть дети или кто хочет быть умным. Вот этот брейн, да, это очень крутая методология, по которой занимаются мои детишки. Каждый день они занимаются с Евгением Project The Brain. Так, он где у нас тут? Ну, да, пока это от нас. Это уникальная технология. Вот эта девочка, дочка его. Это Академия Smart, вроде, если я не ошибаюсь. Они разработали феноменальную технологию, которая помогает быстрее заканчивать школы, учиться. И, в принципе, это очень крутая вещь, да. Разберитесь с этим. Тем более, здесь можно сделать своих детей гениями. Ну, я, на всяком случае, все для этого делаю. Дальше. Что у нас здесь есть? Так, еще вода. Ага, вот мой проект, который я запустил для Филиппин. Так и называется. Накормите филиппинцев. Алекс Райхардт в Чередине инициативе. Да, инициатива Алекс Райхардта. Значит, здесь будет сейчас видеоролик. Просто я был в Филиппинах, и я видел, как они живут. Я видел, как они там просто... Это просто тьма. Это просто мрак. И мы сделали акцию Rise, рис для Филиппина. Видите, PLC, Platincoin и тому подобное. Вот. Thank you, Platincoin, Алекс Райхардт. Да, и вот мы просто там 2000 семей обеспечили, и это, конечно, так вот на немецком есть, вот на русском есть. И я хочу сейчас замахнуться на 100 тысяч семей. 100 тысяч семей накормить просто рисом. Больше ничего не надо. Мешок риса им на месяц вот так вот. Я просто хочу этот проект запустить. И я уверен, что этот проект пойдет потом и в Индии, и в Африке. Просто вы когда сидите один раз в Мумбай, посмотрите, как там живут, и вы будете в следующий раз говорить, вот у нас плохо. Нет, у нас рай, везде, без разницы, в России, в Казахстане, в Украине, без разницы, в Беларуси, это просто рай. Ну, зайдите, посмотрите на картинки, на эти трущобы, это просто жесть. И, а там 1,7 миллиарда человек живут. И я уверен, что это все подхватится. Сейчас я уже лидеры запускаю. Но если нет, я запущу эту волну. А это же все наш спрос. Это все наш спрос. Так, ну и здесь вот в Африке этот проект я еще не успел посмотреть. Что это у нас тут такое? Ага, это Африка. Ну, все, считайте, Африка в деле. А если Африка здесь уже встала, значит, здесь будет все круто. Опять же, это только первые проекты. Первые проекты, которые мы запускаем. Так, ну что, я думаю, мы довольно так посмотрели. Ой, мне прям похорошело. Знаете, это очень круто. Так, подождите, я посмотрю, что тут у нас есть. Ой, хорошо. Так, что у нас тут? Так, добрый вечер. Было доброй ночи. Не хочу в Западную Европу. Не едьте, раз не хотите. Это изумруд. Это опал. Так. Да, друзья, смотрите, здесь вопрос. Почему на краудфайнинговой площадке 1 ПЛЦ, 1 евро, а не 5? Вы не обращайте на это сейчас внимания. Это всего лишь технические наши показатели, потому что бэкэнд, это вот именно математика, еще не подгружена. Ее просто, ее еще не подгружены. Это просто, это просто, они держат места и не замещают. Просто плейсхолдер, как по-русски сказать. Алистит Мороз. Да, спасибо. Фантастика, реальность. Так, так, так. Да, и будет блокчейн лайф, я буду там. Так, посмотрим. Спасибо большое, Марина. Спасибо. Спасибо. Я с запозданием читаю комментарии. Посмотрите, вот люди пишут до слез, нет слов, одни эмоции. Ну ладно, комплименты в свою сторону не буду читать. Да, вот как это связано, как это связано. Мы ждали просто рост PLC и все. Видите, мы давно переросли весь этот рост и тому подобное. Рост платинкоин и монеты, это автоматический побочный эффект. Когда мы начинаем запускать площадку подобного уровня, то автоматически производится спрос на монету. И это очень круто, потому что мы с одной стороны делаем, делаем добро, мы инвестируем в проекты, мы помогаем создавать фильтры там всякие, покупать острова, строить дома, банки. А это все спрос на монету повышает, 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 повышает. Чем больше проектов, тем больше спрос, тем больше, тем больше спрос. И что происходит с курсом? И при этом каждый проект замораживает монет все больше, все больше, все больше, все больше, все больше, все больше, все больше. Получается, заморозилось, да, вот столько, в остатке вот столько на рынке, а спрос вот такой. Что происходит с курсом? Поэтому нам не нужно концентрироваться на курс. Это автоматический побочный эффект, который сейчас будет вызван теми проектами, которые, ну, цепляют же проекты. Ну, реально же крутые, это только начало, мы же еще и толком ничего не делали. А вот сейчас начнется. Так, смотрите. Значит, давайте пройдемся. Наша миссия – помочь реализовать прорывные идеи. Наша задача – найти прорывные проекты, прорывные разработки. И я уверен, что каждый из нас хочет быть героем. Почему героем? Потому что героем быть – это круто. Помогать, создавать, творить, созидать – это классно. И каждый из нас любит супергероев. Да, я вырос на зеленых фонарях, суперменах, бэтменах, человеке-пауке и тому подобное. И это круто. Ты чувствуешь себя сильнее, чем ты есть. Ты чувствуешь себя больше. Ты понимаешь, что ты начинаешь все. Ты можешь все. Я хочу, чтобы вы почувствуете себя героем. И вы поняли, что вы можете все. Вот что бы вы ни захотели, вы можете этого достичь. Попробуйте с маленькой вещи. И вы увидите, что потом будете все больше, больше, больше. А потом курс, когда начнет расти, вы поймете, что денег у вас становится больше. И возможностей становится больше. А чем больше денег и возможностей, тем вы можете быть большим героем. И вот этот вот круговорот заворачивается. Мы давно переросли коин. Мы давно переросли уже практически криптовалюты. Я вижу, что блокчейн, понимаете, биткоин недооценен, блокчейн недооценен. А мы говорим, а мы оценим это правильно. Мы пустим всю эту гениальную технологию в правильное русло. Помогать людям. Помогать бизнесу, помогать проектам. Помогать экономикам, странам. Я уверен, что и страны, которые сейчас в агонии находятся, они увидят это. Они, когда мы это все выведем в достаточную форму децентрализации, они будут в шоке от того, что они видят. Дальше. Ну, дальше. Значит, как инновации в краудфандинге. Смотрите, раньше было сложно подготовить проект для краудфандинга. Чтобы действительно собрать деньги, нужно действительно было 6 месяцев готовиться. Нужно было инвестировать дорогие, много денег в видео. Например, у того же Kickstarter есть четкие стандарты. Если ты им не следуешь, ты не попадаешь. Потом идет строгая цензура. Мы никого там сильно не цензируем. Если это не какой-то там разбой, запрещенка, оружие, наркотики или еще что-то, мы это только убираем. Остальное, пожалуйста. Хотите летающий корабль строить? Стройте. Не против. Пожалуйста. Хотите машину телепортации строить? Стройте. Хотите свой завод спасти? Спасайте. Хотите перевести своих сотрудников на смарт-контракты и больше никогда не платить зарплаты? Так, пожалуйста, делайте. Все возможно. Поэтому это все здесь возможно, потому что простая регистрация, комиссии нету, риска нету. Ну, какой риск? Монета упадет. Ну, хорошо. А какой шанс, что монета упадет, если 90% монет заморожено на годы? А спрос на халявные деньги… Вот кто любит? Напишите, кто любит халявные деньги и много. Вот прям много. Безгранично. И чтобы, как говорится, чтобы нам все было и нам за это ничего не было. Это в нас сидит. Это настолько с нас сидит. А плюс есть нужда, когда ты… Как тебе надо. Ты как бы… Ну, вот тебе надо. Ты по-другому не можешь. И ты… Потому что, ну, сколько можно жить в однокомнатной квартире в шестером? Ну, сколько можно ездить, ходить пешком за шесть километров на работу? Или еще что-то? Я не знаю. Нужды много. Да? Или сколько можно смотреть как? Ну, не буду я сейчас сдаваться. Это… Вот. И, опять же, эти деньги невозвратные. Не нужно возвращать. Это безвразвратные финансирования, пожертвования. И тому подобное. Так. Дальше. Так. Как это было раньше? А, вот. Значит, на рынке все… Кроватфайник, почему он работает? Ну, это тоже риск. Почему? Потому что даешь денежку проекту, и он может получиться. Ты можешь свой подарок получить, а можешь не получить. А может, это тоже мошенники. Они могут забрать, ничего вам не прислать. Я сам лично инвестировал несколько раз в 3D-принтеры. Ничего не получил. Ничего не пришло. 5 тысяч евро сгорело непонятно где. Все попропадали. Вот тебе и краудфайнинг. А здесь у нас меняются все на токены. Оно замораживается. Никому ничего не отдается. Никому ничего не инвестируется. Риска передачи монеты никому нет. Через определенное время монеты развораживаются. Ты можешь эти монеты потратить на те же продукты. Заморозить другие проекты. Получить еще какой-то бенефит, прибыль. Ты можешь обменять. Ты можешь вывести на карту. Мы сейчас лимиты будем поднимать. И можешь положить ферму по 30%. Можешь начать себе выстраивать пассивный доход. Ты можешь сделать ими очень-очень много. Начиная путешествовать, жить хорошо и тому подобное. Это все встраивается в эту систему. Убрать риск. Например, есть проекты. Есть проекты, которые уже отфинансированы. А у них уже есть инвесторы. Но инвесторы побаиваются. А что будет с этим проектом, если я ему демнигдам, а вдруг меня обманят. Так не вопрос. Дай ему намеченные монеты. И пусть он разбирается. И пусть он покажет тебе, насколько он серьезен. Если он оправдается, еще раз заморозишь. И еще раз отморозишь. И одной суммы можно инвестировать в 10. Поддерживать 10-20 проектов. Венчурные инвесторы сейчас вообще у нас начинают разбираться с этой темой. И понимают, что это просто колондай. А возможности безграничные. Возможности безграничные. Вы сейчас начнете разбираться с этой системой. И вы поймете, что она абсолютно прозрачная, абсолютно честная. Здесь нет никакого подвоха. Здесь немцы говорят, а где собака зарыта? Где подвох? И надо вот прям нарисовать подвох, чтобы он был. Потому что без него ну никак. Я вам объясняю. Вот как вот. Есть блокчейн, он полностью прозрачный. Вы все видите, все транзакции. Вы можете создать скрипт и просчитать вообще все вычислить. Сделать программу, просчитать вплоть на 10 лет вперед. Как и что. Ну опять же, кто хочет, пусть заморачивается этим. Нет, надо обязательно подвох. Подвох туда. Ну хорошо, пусть будет подвохом то, что замораживается на 6 месяцев или на год. Ну пусть будет так. Может легче будет. Дальше. Есть скауты. Какие есть роли? Есть роли. Значит, скауты – это те, которые ищут проекты. Вот, ну, например, смотрите сейчас эту презентацию. Думаете, так, у меня здесь два друга, которые, в принципе, хотели открыть свой автосалон. Другой хотел свою парикмахерскую. Третий – магазин. Не проблема, где они денег будут брать? Что-то будут в залог отдавать? Кредит брать? Еще что-то в долгу друзей? Зачем? Откройте свой бизнес здесь. Получите сразу себе партнеров, клиентов. И все. Поэтому, да, и вы получаете, когда вы ищете проект, если проект финансируется, 5% от собранной суммы. Собрали 100 тысяч. Проект получил 100 тысяч евро. И заработали 5 тысяч евро. Дальше. Создатель проекта. Проект-оунер. Это, значит, владелец проекта. Это тот, кто создает проект. Масло масляное. Вот. Это, значит, вы просто запускаете свой проект и получаете собранную сумму себе. Если не собрали, не достигли условий, значит, ну, не получаете. Пробуйте в следующий раз. Можете же бесконечный раз, количество раз пробовать. Поэтому здесь нет ограничений. Да. Консультант. Консультанты – это люди, которые помогают другим людям разобраться в проекте и способствуют тому, чтобы они замораживали свои монеты. Ну, дают прямые рекомендации. Смотри, вон банк, иди, заморозь, получи золотую монету. Или, например, вон, смотри, есть фильтр. Или вон колечечко классное вот с таким вот сапфиром. Заморозь, получишь колечко бесплатно. Человек замораживает, и консультант получает 5% от замороженной суммы. Дальше. Донейтор. Донатор – это тот, кто делает пожертвования. Тот, кто делает пожертвования, что это значит? На самом деле, пожертвования, человек жертвует своим минтинговым доходом, потому что по контракту добываются 30% и 20% от замороженной суммы. Человек жертвует на проект, а 10% оставляет себе. Так вот, 10% от замороженной суммы и есть прибыль человека, который поддерживает проект. Я об этом и говорю, что вы помогаете и зарабатываете как минимум 10% в случае успеха, конечно. Так, дальше. Значит, 5 шагов к успеху. Первое. Найдите создателя проекта. Зарегистрируйте с помощью своей реферальной ссылки. Опять же, вам нужно найти его и зарегистрировать. Вам еще всех надо регистрировать по своей реферальной ссылке. Потому что эти 4 роли есть у каждого. Каждый может быть скаутом в любой момент, начать искать проекты. Каждый может быть консультантом, начать рекламировать проекты по всем своим друзьям, знакомым в своей городе, деревне, поселке. Каждый может стать донейтером, сказать, да ладно, 100 монет закину, поддержу, будет 110 вернется. Ну и тому подобное. После того, как вы, например, привлекаете какой-то проект, проект нужно отдать на модерацию. У нас проходят все проекты модерацию и модераторы подтверждают или не подтверждают. Добрый вечер, Алекс. Да, да. У меня вопрос по поводу регистрации. Будем говорить или нет информацию, чтобы для всего комьюнити Платин Коин? Что, можно авторизироваться или что? Да, да, да. Это же как бы очень важно. А, ну да. Здесь очень важно для нашей комьюнити, что комьюнити Платин Коин не нужно заново регистрироваться. Вам нужно, вам можно будет просто авторизироваться в Платин Киро своими данными, которые у вас есть в Платин Коин, и вы автоматически уже будете в системе. Да. Да, это один конгломерат данных. Это значит, вы просто, когда авторизируетесь, просто, ну, знаете, такая кнопка, как войти через Google, войти через Facebook. Ну, это примерно такая же система авторизации. И самое главное, что вы тем самым полностью свою структуру сохраняете. Да, вы полностью свои связи партнерские сохраняете и в Платин Коин, и в Платин Киро. Так. Дальше вы ищете тех, кто поддерживает проекты, донейтеры, и зарабатываете. Так, помогите создать проект, открыть. Так, да. Вы помогаете, в принципе, вы ищете проект, вы его помогаете анбордить, ну, на площадку. Вы также можете помогать ему искать людей, которые его поддержат, и на всех ваших действиях вы зарабатываете. В этом есть классная вещь. Ну, и плюс еще та фишка, которую я вот недавно придумал, она тоже будет вработана, она просто феноменальна. Так, давайте, нет, так, давайте здесь. Не считайте сейчас математику, исходя из этих чисел, они неверные, потому что математика подгрузится только во вторник. Вот здесь это самое, извиняюсь, не дописала, требует свободный PLC, где взять, если уже на год уложить. Во-первых, смотрите, друзья, самое важное, чтобы не стрелять самим себе в ногу. Эта площадка рассчитана не для того, чтобы обслужить нашу текущую комьюнити. Дело в том, что если бы можно было все проекты финансировать коинами, которые уже есть у компании, или еще что, или у вас, ну, зачем, раз, закинул, тогда монет, и как бы все сфинансирует. Ну, не работает же так. Это как выпуск нового айфона. Вот почему сейчас айфон выпускает новую версию? Ну, это же тоже нормально. Потому что компании нужны новые ресурсы, нужны новые средства, нужны новые пользователи и тому подобное. Так вот, этой площадке нужна новая комьюнити. Комьюнити, которая сформирована сейчас в платинкоин, ее задача – заборозить все монеты в ферме, потому что 30% в год, который у вас есть, их никто вам не вернет. Они не продлятся. Они вот откапают 10 лет, и все, у вас такого шанса больше не будет. Поэтому заполняйте свои фермы по максимуму. Не нужно их никуда нести. Во-первых, вы вредите проекту раз. Те, которые накапали, не проблема, те можно нести, они уже прошли через рынок. А те, которые у вас сейчас есть доступны, они должны лежать в ферме. Если вы хотите помочь проекту, просто нужно увеличивать комьюнити. Рекомендуйте проекты. Пусть люди замораживают новые коины, потому что нам нужно расти. Наша комьюнити не способна самостоятельно поднять ни курс, ни отреализовать рост проектов и сделать так, чтобы отфинансировались все проекты. Ну, не способна, потому что наша комьюнити, которая пришла, она пришла совсем на другую бизнес-модель. Они пришли на другие продукты, не на краудфандинговую платформу. И то, что сейчас у вас есть ресурсы, ну, это классно. Понятно, что кто-то меня не послушает. Но все, что вы делаете, оно должно приносить вам прибыль. Вот если вы положите в ферму, вы точно знаете, что вам каждый месяц, как часы, все приносят. Если вы свои монеты положите сейчас в проект, а проект может провисеть год и не случится. Ну, не собрали они сумму, и вы на своих коинах ничего не заработаете. Зачем? Вы же пришли совсем с другой стороны. Вы же пришли со стороны продаж. Ваша задача – зарабатывать на каждом вашем движении. Все, что у вас есть, ферму заморозили, и прибыль уже, которая накапала, вы можете продавать, внести в проекты, куда хотите, но вы знаете. А лучше обратно, пока у вас, ваша задача в ферме, чтобы у вас полностью лимит был заполнен. Почему это нужно? Потому что экономику нужно запускать. Почему монеты замораживаются? Когда вы порекомендуете проект, вы получите комиссию. И вот с этой комиссией вы можете уже работать, потому что она из рынка пришла. И вы помогаете увеличивать комьюнити, вы помогаете осуществлять проекты. Нам нужны 5 миллионов пользователей, 50 миллионов пользователей. Те 500 тысяч, которые у нас есть, их не хватит. Их не хватит. Ну, они, скажем так, тот рост, который мы достигли, они уже реализовали. Нам нужно показать технологию миру, хватит быть между собой, среди своих. Нам нужно показать большую массу, посмотрите, что у нас есть. Поэтому все, кто хочет свои коины сейчас вытащить из фермы и положить в проекты, ну, я бы вам этого делать не советовал. Потому что, во-первых, экономике нашей это ничего не принесет, скорее всего, навредит. И вам навредит, потому что вы потеряете 30% на этот год, плюс потеряете математику сложного процента. Ну, и, в принципе, главное, самих себя не обманывать. Это самое важное. Мы не должны сами себе что-то рассказывать, какую-то байку. Я говорю о том, что нам нужно строить экономику. Нам нужно строить новую, внешнюю полностью экономику во всем мире, где финансируются недвижимости, где финансируются банки, лечение, поездки, любые нужды и тому подобное. И только так мы сможем раскачать наш курс и до 1000 евро. Да, конечно, коины, которые замораживаются в проекте, никуда не отсылаются, никому не передаются. Они замораживаются в вашем личном кошельке и после разморозки также остаются в вашем личном кошельке. Никто ни на секунду ими не владеет. Только вы ими владеете. Плюс, и они увеличиваются на 10% после того, как проект успешно был завершен. Что нужно, чтобы подать заявку? Дело в том, что на площадке есть кнопка «Создать проект». Так же оно вроде называется, сейчас я посмотрю. Точно. Start Project, да, Start Project. Извините за английский язык пока, у нас технология старовата, я вам уже сказал, она еще и с тех времен. Мы работаем над новой площадкой, я думаю, 6-12 месяцев нам понадобится, чтобы создать летающий корабль. Но пока этого нам вполне достаточно. Так вот, вы нажмете на эту кнопку, там появится маска создания проекта, заполните поля. В принципе, как вы регистрируетесь, все легко, загрузите видео, фотографии, описание проекта, расставите свои подарки и все. Плюс мы, конечно, как только заработает эта кнопка, мы дадим вам подробное описание, как готовить свой проект. Это примерно будет возможно, через 4-8 недель вы сможете ставить свои проекты онлайн. Пока те проекты, которые только поставили мы. Когда станут коины в городе доступными? Дело в том, чтобы, вот смотрите, у нас на одной стороне 30 миллионов монет в пеннинге. Чтобы они вышли в рынок, нужно в рынке создать вакуум спрос на 30 миллионов монет. Хотите пеннинг быстро? Не проблема, создайте спрос на эту сумму, на 30 миллионов. Все просто. Чем больше вы помогаете мне создавать этот спрос, тем быстрее пеннинг перетечет в ваши кошельки и, соответственно, заполнит ваши фермы и заполнит ваши нужды. Поэтому давайте вместе стараться. Какая идея осенила, не скажу. Потом. Качу карту здоровья. Вон, смотрите, видите. Чтобы финансировать проекты, нужны коины и спиннинга. Это не так. Коины и спиннинга ничего не дадут. Это покаместь, это пункты. Они уже отработаны, материал. Коины и спиннинга нужны для того, чтобы дать людям, которые хотят финансировать проекты, коины. У них же никого нет, ничего нет. Весь рынок весь пустой практически. Все заморозим. Все заморожено. Поэтому вы будете источником этих монет. Монеты и спиннинга предназначены не для проектов. Эти монеты предназначены или для фермы, или для людей, которые хотят поддержать проекты. Если вы их отдадите в проект, вы навредите системе. Если вы их отдадите людям, которые хотят попасть в проект, вы на этом заработаете. Дадите им, и они принесут их в проект. Поэтому, друзья, не нужно обольщаться, что вот мы сейчас из спиннинга все возьмем. Это ничего не даст. Если бы мы таким образом могли бы финансировать проект, мы бы давно уже отфинансировали нашими техническими коинами или еще чем-нибудь. Поэтому это математика, которая не работает. Из спиннинга нельзя ничего финансировать. Это миф. Пиннинговые монеты предназначены исключительно для того, чтобы сделать вас богаче. Все. Все. Именно вас, не других. Только вас. И причем, если они отработают в ферме или вы их продадите на бирже людям, которые хотят сойти в проект. Все. Это их единственная задача. Принести вам профит. Все. Ни проекту, ни рынку, никому. Лично вам только. Спасибо большое. Смотрите, вот людям нравится. Посмотрите, вот люди ничего не поняли, но чувствуют все круто. А что вы не поняли? Есть площадка, на которой технология позволяет вам реализовать вашу любую идею, любую мечту вашу, ваших родственников, ваших друзей, соседей, одноклассников. Всех. Понимаете, вы можете сделать. Вы ограничены только своей фантазией и возможностью мобилизовать людей вокруг себя. Я хочу сказать, что платинкоин – это больше, чем криптовалюта. Это речь идет не о деньгах, речь идет о людях. Речь идет о ваших мыслях, о ваших идеях, мечтах. А деньги – это всего лишь полезный побочный эффект. Все. Мы должны только так смотреть. Все деньги, которые к вам сейчас придут, это просто колоссально высокий, невероятно приятный побочный эффект. И все. Вы будете заниматься любимым делом. Вы будете стремиться к своей мечте. Вы будете помогать. Вы будете создавать, созидать. А деньги, они будут просто к вам приходить. Не нужно на них концентрироваться. Ну что на них концентрироваться? Ну деньги и деньги. Намного приятнее делать все другое. А деньги они автоматически идут. Почему? Потому что на платине все завязано. А у вас платины немерено. У вас фермы вот такие. У вас мест куча. Вы же затарены. Ну я надеюсь. Если нет, ну тогда вы сами виноваты. Значит вы пропустили свой самый большой шанс. Если вы на момент запуска этой платформы до вторника не затарены, ну не знаю. Значит, значит не смог я до вас донести ту идею, где же ваш шанс. Ну будете учиться на дорогих ошибках. Ну будете, значит платить в 10 раз дороже. Ну что могу сказать. Когда заработает блокчейн. Так он уже работает все время. Так, когда будут наработать места. Вот сейчас мы доделаем это все. Изо курс повышается. Отлично. Так, здравствуйте. Места. Тут опять же после разморозки 80% я. Вы хотите помочь проекту. Не нужны нам ваши коины. Посоветуйте 10 человек. Человекам. Познакомьте их с проектом. Ну если вы хотите реальную пользу принести. Посмотрите на благотворительный проект. Помогите семье собрать деньги. Все. Не нужны. Вы не нужно себя сразу ставить на место магнатов. У нас денег-то немерено. Коинов. Сейчас мы всех завалим ими. Это не работает. Вы выстрелите себе в ногу и нам еще дополнительно. Должна быть реальная экономическая помощь. Это новая комьюнити. Новый капитал. Это новые проекты. Это новые. Все должно быть. Наша комьюнити. Она свою роль уже сыграла. И теперь ваша задача просто получить финансовую выгоду от того, что вы были в первые дни. Ваша задача сейчас просто получать финансовую выгоду за счет того, что вы помогаете этим проектам. Все. Мне не нужно, чтобы вы сейчас начали финансировать проекты. Если бы это работало, мы бы сами это сделали. Мы должны запустить этот механизм. Мы построили крутейший мотор. Нужно его запустить, рычаг. Вот и все. Для этого ваши коины не подходят. Только те, которые пришли из фермы. Вот они, да. Если вы их заморозили, то они часть уже. Часть уже круговорота. А те, которые вышли из дешборта, это для системы, это вредоносные коины. Скажу так. Хотите помогать, все в ферму приносите свежие, отмеченные. Которые прошли круг экономический. Которые стали частью экономики. А не те, которые вам просто подарили за места, за ранги или еще что-то. Так, банк ПЛС. Подробно читайте, пожалуйста. Мессенджер Лево. Ничего с ним не стало. Он просто заморожен. Мы его скоро разморозим. Мы над ним тоже работаем. Заявку, ну, я уже сказал, да. За все надо платить чем-либо. Но, опять же, это все внутренние установки. Да, это чем-либо. Ну, что, ну, хорошо. Значит, вы заплатите вашим временем, вашим вниманием. То, что вы кому-то что-то скажете. Но, если так, то, ну, возможно, да. Посмотрите, сколько. Сколько людей. Немецкий наш партнер пишет. Очень интересный язык. Ничего не понимаю. Ни единого слова. Но могу Алекса слушать часами. Жестикуляция. Я просто смотрю на жестикуляцию и понимаю. Кристиан Финдак. Спасибо, Кристиан. Да, вот, смотри. Не верится, что это не очередной скам-проект. Так, площадка не берет от вас ничего. Вам ничего даже не нужно ни инвестировать, ни покупать. У вас, в принципе, все в ваших руках. Мы от вас ничего же не просим. Откуда деньги берутся для проекта? Друзья, еще раз. В систему закачивается пятикратное количество, блин, осталось чуть-чуть, пятикратное количество ликвидности. Чтобы 100 тысяч реализовать через платформу, закачивается в систему в рынок 500 тысяч или 100 тысяч платинкоин по курсу 5. И забираются 20% только от всего и от всей суммы, только в случае успеха. А успех только у 30%. Получается, сколько? Получается, что 3 на 30, 9% забирается из общей массы. Всего 9% забирается на рост. А эта масса остается, она прокручивается. Это наши карты, это наши посттерминалы, это все, что мы делаем, оно все через этот рынок проходит. А вот эти 9% за счет того, что там строятся дома, там покупаются банки, 3-10, экономика растет. Получается, как деньги берутся, они вкладываются, они размножаются, потом они опять тратятся, берутся, вкладываются, размножаются, тратятся. И вот этот круговорот, потому что квартиру, которую построят, они же потом за платинкоины принимают. Значит, платинкоины, которые год-два-три лежали, пока квартира строится, они же не тратятся, они ждут. Они потом продаются, квартира поглощает эти коины, и они уходят, тем самым поглощается инфляция. Это нужно разбираться в экономике, вам нужно экономическое образование, чтобы понимать. Ну или садитесь, просчитывайте, потому что там очень много факторов. За счет очень огромного спроса, за счет пониженного предложения, за счет заморозки, за счет проектов и за счет того, что 70% проектов все-таки не пройдут, а 30% пройдут. Ну это математика, это формула, которая полностью просчитана. Друзья, один еще вопрос, потому что надо убегать. Через 8 минут на немецкий вебинар точно так же есть интернет, проект работает, как будет работать, как защищен таких кто-то. Так, нет, ну подождите, у нас вы исходите из того, что интернет пропадет. Ну не пропадет он на весь мир, но свет погаснет. Но это у вас свет погаснет, в наших дата-центрах ничего не погаснет. Игорь, может ты здесь чуть-чуть объяснишь? Я просто, да, я читал этот комментарий, мне кажется, если пропадет интернет или отключать свет, то мы будем думать о других проблемах абсолютно. У нас будет совсем другого уровня проблемы. Нет интернета, нет цвета. Нет, ну если во всем мире выключится свет, то мы все умрем. Ну вот так, тогда уже точно никому ничего не надо будет. Да, тут будет не до блокчейна, не до компьютера. Хотя не нужно думать. Я думаю, что свет никогда не погаснет, если не будет какой-то атомной ядерной войны, где мы все сгорим, то никуда не денется ни интернет, ни свет. А если так думать, ну тогда нужно просто, не знаю. Ну насчет интернета, его отключить невозможно. Вот так вот, чтобы его отключить во всем мире, нужно в одну единицу времени абсолютно во всех точках планеты сделать, так сказать, диверсию. Но так как у нас децентрализованная технология и ноды расположены на каждом континенте, следовательно, если где-то у кого-то что-то отключится, то все другие ноты, тем не менее, будут поддерживать работоспособность всей сети. Игорь, если ты можешь, то ты, я не знаю, останешься, поотвечаешь на вопросы так. Так, хорошо, друзья, насколько очень круто, фантастика. В принципе, все, мы все ответили почти на все вопросы. Так, прирост, ну как будет расти математика, давайте не будем забегать вперед. Кто не верит, давай, до свидания, мы верим. Ну давайте на этой хорошей ноте и закончим. Спасибо всем большое. Я надеюсь, что первый вебинар всем понравился, мы будем делать их чаще. Где-то в нашей неделе мы планируем запустить площадку, и вы все увидите, как работает. Ну что мы гадаем? Нажмете кнопочку, все получится, и всем будет счастье. Поэтому все технически подтверждено, все работает на блокчейне. С блокчейн спорить бесполезно, это гениальная технология, открытый код. Берите профессионала, пусть он вам прочитает, и вы увидите, что все четко. Тем более, вы же видите, нас уже прочитали профессионалы все, критики нашего кода или еще чего. Его же просто нет. Ну нас можно просто называть какими-то обидными словами, но кому от этого хуже нам, нам нет. Им, ну да, они закрывают для себя какие-то возможности. Мы никого не тянем, никого не привлекаем. Вот наши технологии, вот наши инструменты. Вы хотите добиться ваших целей? Пользуйтесь. Не хотите? Значит, вы идете своей дорогой и решаете свои вопросы каким-то другим путем. Все просто. Все, друзья, большое всем спасибо. До следующего вебинара. Всем пока.